Мы уже видели примеры портирования старых игр на Nintendo Switch, которыми люди остались недовольны. Вот, мол, Red Dead Redemption за 50 баксов с минимальными изменениями, да еще и мультиплеер вырезали. Хотя, мне кажется, именно на Nintendo Switch-то Red Dead Redemption как раз отлично портировали. И лучше игра работает, чем она выглядела и работала раньше на старых консолях. Другое дело, что на плойке, можно сказать, слабенький релиз, но там на PlayStation 5 60 FPS добавили, так что тоже неплохо. Еще люди возмущались вот тому сборнику трехмерных старых частей Mario, Super Mario 3D All-Stars, ну, которые еще убирали из продажи. Вот, мол, The Full Price тебе подвозят старые игры, которые практически не улучшены никак. Ну, по чуть-чуть там сделали, разрешение немножко увеличили. В Mario 64 не сделали 16 на 9, 60 FPS не сделали ни в Mario 64, ни в Super Mario Sunshine. Но, вот теперь посмотрите на этот сборник, который еще больше пробивает дно. И если что Red Dead Redemption, что Mario 3D All-Stars все-таки были улучшены по сравнению с оригинальными частями хоть и немного, то в этом сборнике игры местами ухудшены. А с вами Денис Мейджор, и сегодня мы посмотрим, что же не так со сборником классических Metal Gear на Nintendo Switch. Поехали! Ну и совсем краткая информация, что такое Metal Gear Solid. Игры Metal Gear это игры, придуманные геймдизайнером Хидео Кодзимой, с геймдизайном Хидео Кодзимы, с сюжетом Хидео Кодзимы и в которой любит играть Хидео Кодзима. Чуть более подробнее про эти игры я хотел бы рассказать в конце этого ролика, в том числе свое мнение. Я не рекомендую вам это смотреть, особенно если вы фанат Metal Gear Solid, да разве что, если вы не боитесь немножко бомбануть. Да. Ну так вот, что же не так с этим сборником? Ну давайте сначала рассмотрим все-таки, что с ним так. Потому что у него есть, ну, наверное, буквально одна... Нет, ладно, две положительных черты. Первое, это набор игр, которые в него входят, и второе, это набор бонусных дополнительных материалов. Тут даже есть и сценарий, и арты, и музыка, и, в общем, очень много всего. Правда, некоторые из этого придется докачивать с интернета, при том, что сборник и так немало весит. Ну, как бы ладно, хорошо. По набору игр, в принципе, тоже неплохо. Есть оригинальный Metal Gear с MSX и продолжение ее. Есть версия Metal Gear для Dendy и продолжение ее. Ну, Dendy, которая на самом деле Famicom и Nintendo Entertainment System. Не думаю, что у нас такое играли. Напишите мне в комментах, играли ли вы в детстве в Metal Gear на Dendy. А вот мне, кстати, что-то начинает казаться, будто я играл. Да, но в любом случае, это совершенно другие игры, не похожие на оригинальные MSX, где, ну, по сути, зародилась серия Metal Gear. Потом здесь есть уже трехмерные части. Metal Gear Solid 1 с PlayStation 1 и Metal Gear Solid 2 и 3 с PlayStation 2, которые, ну, например, третья часть также были портированы еще много где. Даже на 3DS есть свой Metal Gear Solid 3, который работает в 3D, правда, с очень низким FPS, но зато в 3D. Короче говоря, набор хороший и, казалось бы, 60 баксов, ну, то есть, фулл прайс за это нормально. Но, смотрите, какая фишка. Первый Metal Gear Solid, который выходил на PlayStation 1, естественно, работал, ну, как все игры на PlayStation 1. То есть, с очень низким разрешением 240p и с вот этими постоянно дергающимися текстурами, которые дергаются до сих пор и в этом релизе. То есть, разработчики взяли просто оригинальный образ игры и запихнули его в эмулятор. Эмулятор запихнули вот в эту версию. Разве что, да, я понимаю, о чем вы, наверное, сейчас думаете. Они вырезали оттуда упоминание кнопок с PlayStation, либо заменив их, например, в тексте даже игры упоминанием кнопок Nintendo Switch, в частности, кнопки минус, когда вызываешь рацию, либо заменив их вот такой табличкой, где показывается, какие кнопки вообще можно нажимать. Вот, в принципе, и все. Разве что здесь есть в этом сборнике еще все дополнительные миссии, но это, опять же, уходит в тот плюс, про который я уже говорил, про то, что здесь реально хороший набор игр. Но по разрешению все осталось как есть. Более того, нет никаких возможностей, не знаю, включить CRT-фильтр, отключить вот это мыло, сглаживание вот этих краев пикселей. Ну, вдруг вы больше любите играть в квадратные пиксели, как я, например. Или что еще было бы лучше, раз это все равно, блин, эмулятор. Ну, сделайте вы разрешение выше в два раза по каждой стороне, а можно даже в три, не больше, больше не надо. Включите исправление геометрии текстур, что умеют делать современные эмуляторы, и первый, Metal Gear Solid, даже без изменения текстур всего остального, будет выглядеть гораздо лучше. Это просто будет небо и земля. Потому что на данном этапе, если вы играли в Metal Gear Solid в оригинале, на CRT-телевизоре, особенно каком-нибудь хорошем, на Sony 3 Neutron, как у меня в детстве, у меня, кстати, была эта игра в детстве, да, то вы получите на своем большом каком-нибудь HD, Full HD, 4K-телевизоре графику хуже, по сути, чем это у вас было на CRT-телевизоре. И никаких улучшений вы не получите, все так же дергаются текстуры, все так же вот это мыло, все, ну, ничего вообще не улучшено. Управление тоже осталось таким, как оно было раньше, оно было не очень привычным, но тогда было время такое, никто не знал, как делать управление в играх, не было какого-то единого стандарта, и вот сейчас вы это и получаете на своей Nintendo Switch. Попробуйте запомнить, какие кнопки за что отвечают, но вроде бы не то, чтобы прям сильно сложно, ладно, скорее это сложнее в других частях, во второй, в третьей, где на PlayStation 2-то у нас были аналоговые кнопки, на самом деле, которые поддерживали разную степень нажатия. Сами кнопки, не просто триггеры, как сейчас, везде аналоговые триггеры, кроме свеча, и не просто стики, а именно кнопки, треугольник, круг, квадрат, икс были аналоговыми на PlayStation 2 и на PlayStation 3. И если на PlayStation 3 очень мало игр это использовало, например, Uncharted 1 использовало, а Uncharted 2 и 3 уже не использовали, то в Metal Gear'ах, во втором и в третьем, это реально очень хорошо работало местами. Ну, особенно для прицеливания, потому что здесь, чтобы выстрелить, например, во втором, в третьем Metal Gear'е, нужно сначала зажать кнопочку R, затем зажать кнопочку Y, а стреляете вы, отпуская кнопочку Y. А вот если вы хотите, ну вот прицелились, но не хотите стрелять, передумали, в конце концов вы выстрелите куда-то не туда, враг заметит, будет плохо, то нужно постараться, не отпуская кнопку Y, нажать кнопку X. Вот как-то так это вот работает, чтобы отменить выстрел. При том, что Metal Gear Solid 2 и 3 взяты, по сути, с HD ремастеров, которые были на Xbox 360. И, как мы знаем, Nintendo Switch мощнее, чем Xbox 360, и многие игры, которые портированы с того времени, получают различные улучшения. Но тут смотрите, какая история. Если эти игры Metal Gear Solid 2 и 3 на Xbox 360 работали в 720p и 60 кадров в секунду, то на Nintendo Switch они работают в 720p и 30 кадров в секунду. При том, что я помню, была новость, что разработчики, когда они сначала сказали, что будет на Switch 30 кадров в секунду, все возмутились, они вроде решили передумать и сказали, не-не-не, мы сделаем 60, типа вы что, конечно. Конечно, потому что второй Metal Gear Solid на PlayStation 2 работал 60 кадров в секунду. Да, второй на PlayStation 2. И, естественно, не всегда. Он не всегда держал стабильный 60 FPS, но это было. А сейчас на Nintendo Switch у нас 720p, 30 FPS. Вроде бы где-то даже просадки можно заметить. Ну, может быть, это не просадки. Тут просто еще, смотрите, остался вот этот блюр, который в то время был модный. И, в принципе, для CRT телевизоров этот блюр был подходящий, потому что на CRT телевизорах картинка никогда не показывается даже полностью. По сути, в единый момент времени вы видите только один светящийся пиксель, ну или точечку света, которая бегает и сканирует строчки раз за разом. И поэтому на CRT телевизоре этот блюр, за неимением другого, Motion Blur, был нормальным. Но на ЖК телевизорах, где у тебя еще и остаточные изображения периодически бывают, это совершенно неприемлемо. Этот блюр портит картинку. Поэтому, да, Metal Gear Solid 2 у вас на Nintendo Switch и, в принципе, на других современных консолях будет смотреться хуже, чем он смотрелся на PlayStation 2 на CRT телевизоре. Вот такие дела. Тем более, что если, ладно, на других консолях он хотя бы в 60 FPS будет работать, то на Switch будет работать в 30. Как будто не было у нас портов с PlayStation 2 на Nintendo Switch с улучшением графона и FPS. Ну, то есть были. Мы поняли, я имею в виду, что они были. Их было много на самом деле. И Legend of K какой-то был. Ну, там много разных было, не буду все перечислять. Было несколько таких портов. И Metal Gear Solid 2 – это первый порт с PlayStation 2, который работает хуже, чем на PlayStation 2. Вот такие дела. Третья часть уже ладно. На PlayStation 2 ты работала в 30 FPS. И в ремастере еще и добавили возможность от третьего лица камеру делать. Потому что в оригинале там тоже была такая камера, как бы немножко сверху, как в предыдущих частях. И теперь можно крутить камеру. Хотя мне все равно кажется, что игра затачивалась под камеру сверху. Но не важно. И здесь это тоже есть. Но опять же, если в ремастерах на Xbox 360 это было 60 FPS, то на Switch это 30 FPS. Вот, пожалуйста, играй. И разрешение 720p. Что вы понимали, эта игра была портирована даже на PS Vita и неплохо там работала. То есть это не то, что Switch слабый. Нет, Switch не слабый. Для таких игр мы видели еще раз множество примеров. Но данный конкретный пример просто издевательство. Ну, как бы натуральное издевательство. И вот тут я совсем не понимаю. Ладно, допустим, первую часть они сделали на эмуляторе, которую запихнули вот в этот сборник. Да, эмулятор первой части. Хорошо. Вторая часть, ну, очевидно, если бы это был эмулятор, то да, Switch пока слабоват для эмуляции PS2. Я не помню ни одного примера эмуляции PS2 на Nintendo Switch. Есть PSP эмулятор на Nintendo Switch. Работает в каких-то играх хорошо, в каких-то плохо. Есть эмулятор GameCube, который вообще под отдельной операционной системой работает. Там то ли Android, то ли что-то другое. Надо перезагружать Switch. Ну, в общем, не важно. Сейчас не об этом. И да, если бы это был эмулятор PS2, можно было понять, почему такое ухудшение фреймрейта. Но это ведь, по сути, уже HD-версия и переиздание HD-сборника, который уже был портирован. То есть, уже было это портирование на Xbox 360 компанией Bluepoint, которые, вообще говоря, хорошие порты обычно делают. Ну, и тогда это был хороший порт. И тут его ухудшили с Xbox 360. И вот это совершенно непонятно, а самое главное, совершенно непростительно. Потому что у нас нет никаких улучшений, у нас нет, не знаю, русского языка. У нас нет какого-нибудь управления удобного. Вибрация обычная, не HD-рамбл, ничего особенного здесь нет. И реально, за такой сборник Konami хочет 60 баксов. За ухудшенные версии старых игр. Нужно, наверное, переходить уже ко второй части этого видео, где я расскажу и о своих впечатлениях, и о том, ну, не знаю, кому этот сборник я рекомендую и не рекомендую. Ну, и, наверное, из всего сказанного выше становится очевидно, что этот сборник нужен фанатам Metal Gear Solid'а в первую очередь. Ну, или, в принципе, Metal Gear'а. Тем более, что этот сборник обозначен как первая часть, значит, будет, наверное, и вторая. Кто знает, может, будет и третья, насколько они там растянут, все остальное. Очевидно, это нужно фанатам. Если вы фанатели от Metal Gear'а, то вот у вас есть возможность теперь играть в любимые, возможно, игры детства на любимой, возможно, консоли. На Nintendo Switch, ну, там, в портативе, везде, где угодно. И вы как раз получите большое удовольствие от всех этих дополнительных материалов, которым буквально напичкан сборник. И на которые, возможно, остальным людям, которые просто хотят познакомиться с Metal Gear'ами, будет, ну, плевать. С другой стороны, если вы никогда не играли в Metal Gear'ы и, ну, не знаю, хотите посмотреть, что это за серия такая, ну, во-первых, может, сейчас и не стоит, потому что, все-таки, реально, игры старые. И, поверьте мне, они по многим параметрам устарели не только по геймплею, но и по подаче, и по сюжету, по каким-то, не знаю, нарративным вещам. Там все сильно устарело, возможно, игра, ну, не стоит ее сейчас щупать. Ну, и точно, наверное, на мой взгляд, не стоит щупать худшую версию, ну, точнее, ухудшенные версии по сравнению с тем, как игра выходила на даже оригинальных консолях. То есть, может, лучше поиграть, не знаю, там, на Xbox, на PlayStation. Ну, и давайте теперь о моих собственных впечатлениях от трилогии Metal Gear Solid. Я, как предупреждал в начале видео, возможно, вам стоит на этом моменте закрыть это видео, поставить ему лайк или дизлайк, или написать комменты четырех слов, чего вы очень хотите, потому что дальше вам, может, сильно не понравится. Ну, я предупредил. Как я уже сказал, в детстве у меня был Metal Gear Solid, первая часть, на PlayStation. Я помню, отец принес диск, я сначала такой, о, что-то такое прям киношное, и там какой-то этот, ну, на ниндзю похож был, такой, что-то лазит там в стелсе, слушай, круто. И сейчас вообще поиграю, я начал играть, я понял, что мне неудобно управление. В то время я играл там в Resident Evil играл, ну, Silent Hill у меня не было, ну, короче, в куче игр, которые были на PlayStation, там, и Overblood, и я помню, какие-то еще там были приключенческие игры, я играл на PlayStation 1, мне было нормально. Тут мне было неудобно, непонятно, непривычно, и не особо интересно, если честно. Я быстро забросил эту игру по итогу. Позже я уже возвращался к серии Metal Gear Solid в более зрелом, сознательном возрасте. Я пробовал снова и оригинал первой части, и вторую часть, и третью часть на разных консолях. Я пробовал первую часть, был ремейк на GameCube, который фанатами Metal Gear считается не каноном, не знаю, почему, не буду даже даваться подробностей. Но мне игры в целом не заходили. Какие-то геймплейные решения мне нравились, какие-то нет, но больше всего мне не нравился сюжет, ну, или подача сюжета, там, те разговоры. То есть, это реально кринж на кринже. То есть, там, секретный агент, ну, ты, типа, играешь за секретного агента, мало того, что там этот сюжет запутанный вообще до нельзя, у видеогеймданки был отличный видос по этой теме, он объясняет полностью сюжет Metal Gear Solid'а, без шуток, кроме единственной шутки в конце. Так что, можете послушать и понять. Не бойтесь спойлеров, вы все равно нихрена не запомните и ничего не поймете. Так что, нормально. Ну вот, и этот сюжет, когда этот секретный агент, он чуть ли не на первом же звонке с этой миссии, где он уже делает миссию, вокруг враги ходит. Он начинает женщину клеить, с которой он там переговаривается, первый раз ее слышит, ты-то вообще думаешь, что... Или там в третьей части, когда он летит в самолете, кидает там эту сигару, эти там обсуждают, насколько он крут. Он потом прыгает, такой, знаешь, позирует перед камерой, такой выделывается вообще. И потом, потом ему начинают говорить, типа, Snake, мы улетаем, как бы, нас сейчас может быть плохо слышно, и вообще ты на вражеской территории, на которой не имеешь права находиться, это международный скандал. Возможно, нас сейчас перестанет быть слышно, Snake, кстати говоря, твоя миссия заключается в том, что я начинаю тебе объяснять суть миссии. Я думаю, а что, раньше нельзя было это сделать? Камон, что за фигня? Ну и да, в третьей части ты, судя по карте, прилетаешь куда-то в район то ли Сибири, то ли Урала, и встречаешь там джунгли с крокодилами, эти знаменитые, знаете ли, сибирско-уральские крокодилы, из которых еще пельмени знаменитые делают, да, джунгли, там все дела, ну просто Кодзим очень хотел джунглей, и зачем-то очень хотел Советский Союз. Я не совсем понимаю, почему он не мог сделать, ну не знаю, пол игры в джунглях, пол игры в Советском Союзе, как-то это совместить сюжетно, все равно у него в сюжете полная дичь, просто, видимо, ему было настолько пофиг, что там на самом деле где-то происходит, я не говорю даже там о реализме, я говорю о правдоподобности. Ну и потом, значит, я на стриме еще играл, кстати говоря, мы смотрели третью часть, я спас этого Соколова там в самом начале, ну чувак там, не важно, и потом просто начинается кринж-фест, то есть я до этого еще в этот же день поиграл в Человека-паука 2, ну и там, знаете, ну Человек-паук, да, там приколы всякие, там веселуха, куча суперзлодеев, которые, как всегда, в нужном месте оказываются одновременно, суперзлодеи такие серии, там Человек-скорпион, там Человек-песочный, ну всякая, в общем, такая дичь. И вот я играю в Metal Gear Solid 3, а там ну то же самое встречается в одном месте, значит, чувак, который шерш не контролирует, чувак, у которого молнии там вообще, и он молнии пускает, еще какой-то дед уже, не помню, какая у него суперспособность. Играю я в это, я понимаю, что ну это прям как Человек-паук, только почему-то в Человеке-пауке это даже правдоподобнее и интереснее, на мой взгляд, никогда не был фанатом Человека-паука, но если бы сравнивать, если бы я там выбирал, то Человек-паук лучше. Ну и да, по геймплею, недавно я тоже писал про Metal Gear, что они мне не заходят у себя там в группе в Телеграме, ВКонтакте, и мне фанаты написали, что Денис, это все-таки не стелс, с чем я, кстати, абсолютно согласен, потому что именно стелс в Metal Gear Solid, по крайней мере, сделан плохо. Ну то есть стелс это Splinter Cell, это Hitman, в конце концов, ранние игры Тифф, но это точно не Metal Gear Solid, то есть это не стелс, ну это стелсоподобная игра, стелсосодержащая игра, я бы так сказал. Ну то есть даже в Tears of the Kingdom стелс, если честно, работает лучше, там есть эти данжи, где ты роботов в стелсе убиваешь, вот лучше работает, чем в Metal Gear, ну типа да, Metal Gear и ранний, так что как бы истерии, что тут сравнивать, то было давно, но знаете, как я уже сказал, и ранние игры типа Hitman и Splinter Cell были по стелсу, уделывали Metal Gear, на мой взгляд. Ну и по поводу вот этого кринж-феста, про суперзлодеев и все прочее, как я уже сказал, мне фанаты пишут, ну это же пародия, это вот ну как бы несерьезно, а я пытаюсь понять, а в каком моменте игра, ну как бы не знаю, намекает, что это несерьезно, ну типа игра говорит, что это самоирония, не прямым текстом, но как какой-то намек, ну то есть что такое игры пародии, я не знаю, игры о пародии это, например, Bard's Tale, который ARPG, ну Diabloid типа того, пародии это игры про червяка Джима, пародии это даже, наверное, игра Undertale, это вполне тянет на игру пародию, а такое ощущение, что в Metal Gear Solid это все серьезно, просто сюжет написан пятилетним школьником, который это все реально серьезно пишет, как там чувак в самолете швыряет сигару, летящий на спецзадание, как он там клеит женщину по рации и вот это вот все, и с этими суперзлодеями, как он их там уделывает, там такая ржачная сцена в третьем Metal Gear, когда он спасает Соколова, потом нападают одни солдаты, потом приходят другие, вообще просто это полная дичь и ни в каком моменте это не выглядит как ирония или юмор, или что-то, то есть поржать здесь можно только на тем, что игра реально себя серьезно воспринимает, и вот такой дичь ты видишь в Metal Gear Solid, поэтому, если вы никогда не играли в Metal Gear Solid, то вы, конечно, можете заценить, но я не знаю, мне кажется, 60 баксов за это отдавать не стоит, а если вы хотите хороший стелс на Nintendo Switch, дождите, скоро выйдет Hitman Blood Money, и там будет, ну, наверное, лучше, единственное, что отмечу, это насколько хорошо по графике сохранился Metal Gear Solid 2, вот даже сейчас, даже версия для Nintendo Switch, которая ухудшена все-таки по сравнению, на мой взгляд, по сравнению с версией для PlayStation 2, ну, ты ходишь по этому танкеру в самом начале, и прям ощущение, что он выглядит потрясающе, ну, наверное, за счет того, что деталей мало, и это нормально, что там мало деталей, типа, что-то там хотел видеть, какие-нибудь деревца растущие или что, да, но авторы выбрали вот такой стиль игры, и он отлично сохранился до сих пор, и как не пытаются его портировавшие люди испортить, не получается, все равно выглядит круто, ну, вот о третьей части я такого сказать уже не могу. Честно говоря, мне даже текстуры в первом Metal Gear Solid нравится гораздо больше, чем все, что выглядит в Metal Gear Solid 3. Вот первый и второй прям хорошо сохранились, я считаю, графически даже на сегодняшний день. Графически, но не геймплейно и не сюжетно. Напишите мне в комментах, что вы думаете о серии Metal Gear, какие у вас любимые части, и на каких консолях, на каких системах вы играете сейчас вот в классические старые части, на Switch, PlayStation, Xbox, может быть, на ПК, на чем? Напишите мне, как оно вам сейчас. Ну, а с вами был Денис Мейджор, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео об играх и игровых консолях, ставьте лайк, если вам понравилось, и спасибо всем, кто поддерживает меня на Boosty, и вы помогаете моему каналу становиться лучше. И благодарю за просмотр, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok